Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Сегодня хочу опять поговорить про киношки. Вам вроде бы эта тема понравилась. В последние выходные июля я был на фестивале в Зарайске, где кроме турнира 5 на 5 и Кубка Донжона, также проходили сборы сборной. Мы готовились к большой войне. Большая война прикольная. Она больше похожа на средневековые сражения, а еще она более кинематографична. Значительная масса людей, маневры, тактика и все такое. В общем, в Зарайске, помимо Алибард, мне в голову пришло две идеи. Первое. Неплохо было бы записать видео о большой войне в кино. Второе. Неплохо было бы записать видео об ИСБ и фестивалях. Чуть позже я решил, что тема ИСБ и фестивалей достаточно дискуссионная, и ее можно разобрать в формате стрима. Да, ребят, это можно считать официальным анонсом стрима. Единственное, осталось лишь разобраться с технической стороной вопроса. А вот тему большой войны в кино откладывать ни к чему. И сегодня я хочу рассказать вам про фильмы, где, на мой взгляд, круто сняты массовые сражения. Считаю забавным начать с того фильма, которым закончил в прошлый раз. Итак, Король, 2019 год. Экранизация Шекспира от Netflix. Фильм о становлении Генриха V. Вот здесь появится подсказка, где я, среди прочего, разбираю хорошо поставленную дуэль двух тяжеловооруженных рыцарей. Фильм все еще плох. Он скучный, актерская игра деревянная, сюжет не двигается никуда. И чтобы вы понимали, насколько фильм скучный, я скажу, я смотрел его на полуторном ускорении. И вот насколько фильм плох во всем, что важно для хорошего кино, ровно настолько он хорош в вопросе постановки боевых сцен. Постановщикам удалась не только хорошая, качественная дуэль, но и массовые сражения, а именно битва при Айзенкуре, тоже снята очень удачно. Сначала, правда, Генрих V пришел к французскому дофину с предложением решить все в поединке один на один. Чтобы спасти жизни солдат, оставить зрителей без масштабного сражения, а заодно и сэкономить бюджет на съемку. Но французский дофин отказался от джентльменского предложения. Чего еще ожидать от человека, который был главным героем в Сумерках? В общем, битве быть. Да, разумеется, не обошлось без стандартных клише. В прошлый раз я похвалил создателей за то, что в их фильме герои сражаются в шлемах, в закрытом забралом. Однако, видимо, к концу фильма они решили, что эта затея была так себе, и поэтому финальное сражение Генрих V идет с открытым лицом. Его голову защищает лишь легкий кольчужный капюшон. Это обусловлено выборной тактикой. Но в то же время мог бы надеть и бацанец с открытым забралом. Или бы вообще без забрала. Что еще было не круто? Французская кавалерия идет в атаку на пехоту, а точнее на спешившихся тяжеловооруженных английских рыцарей, с мечами на гало, забыв, что их основное оружие это копье. А в этом фильме меч латы не пробивает. С другой стороны, фильм разрушает другое популярное клише. В кино часто можно увидеть, что воткнутая в землю алебарда, высотой в человеческий рост или чуть больше, способна остановить боевого коня. Где угодно, но не в этом фильме. Огромный рыцарский конь, облаченный в тяжеленные латы, с опытным всадником в седле, проходит через пеший строй, не вооруженный по-настоящему длинными пиками, как нож сквозь масло. То, что получилось у Вильяма Волоса в храбром сердце, в этом фильме не прокатило. Однако английские лучники, размокшая скользкая земля, сделали свое дело. Битва превратилась в свалку, где французские рыцари оказались в бедственном положении, как и говорят учебники истории. Так что даже можно сказать, что создатели более-менее соблюли историческую действительность. Я все еще не рекомендую смотреть этот фильм целиком. Но финальная битва очень хороша. Думаю, вам понравится. Битва Бастардов Северных Семей за управление тем самым Севером. Здесь, кстати, тоже главный герой, Джон Сноу, благородно предлагает Рамси Бултону бой один на один. Но Рамси, оценив свои шансы против Джона, отказывается. Более того, он обладает более многочисленным войском. Нафиг все эти геройства. Рамси никогда не был благородным человеком. Нечего и начинать. Кроме того, Джона уже убивали, потом он воскресал. Вообще похоже на разводку. Это потрясающе снятая битва. Я даже не хочу рассуждать о клише, о неадекватности действий персонажей, о странности тактик и выборных приемов. Все, что я хочу сказать, это то, что ни до, ни после, пока, не было снято батальной сцены, которая также бы погружала в процесс. Операторская работа выше всяких похвал. С самого начала ты погружаешься в атмосферу мясорубки. Тут, как у Лермонтова, смешались кучи коней, люди. Всюду хаос и смерть. Удар может прилететь с любой стороны. Ничего не напоминает? Это же Булгурт. Порядок наступает лишь тогда, когда войска Бултонов берут Джона и его армию в кольцо. И плотным, красивым строем, ощутившись пиками, они шаг за шагом наступают. Неотвратимо и смертоносно. В схожести с Булгуртом также добавляют тот факт, что лежащие на земле трупы становятся частью ландшафта, которую можно и нужно использовать для победы. Кроме того, практически физически можно ощутить чудовищную давку, знакомую каждому, кто стоял в первом ряду. Когда ты так плотно зажат со всех сторон, что не можешь ни ударить, ни защититься. И кажется, если подогнешь ноги, то останешься висеть в воздухе. Пересматривая битву бастардов, я пришел к неожиданному выводу. Структурно она повторяет хороший Булгурт. Только зеркален. Любой Булгурт 30 на 30 и больше развивается от порядка к хаосу. Фаза порядка. Сходятся два строя. Они организованно перестреливаются, давят друг к другу. И когда преимущество одной становится очевидным, начинается фаза хаоса. Штурмотряд пробивает вражеский строй и врывается в тыл, где начинается сущий беспорядок. Вслед за штурмотрядом основной строй разрушает строй противника. И бой начинает походить на свалку, где удары сыпятся со всех сторон. Где выжить, если ты в меньшинстве, практически невозможно. В битве бастардов ровно наоборот. Сначала фаза хаоса. Ве неорганизованные группы влетают друг к другу и начинают мочить. А потом появляется строй. Порядок, который подавляет хаос. В общем, битва бастардов неожиданным образом это идеальный Булгурт. Только наоборот. Такие дела, друзья. И последним я сегодня расскажу о фильме, который, по моему мнению, во всем, что касается фехтования и батальных сцен, стремится к идеалу. Капитана Латристо. В контексте сегодняшнего ролика поговорим о битве при Рокруа. Битва при Рокруа, конечно, показана отвратительно. Я не могу спорить с уважаемым Клим Санычем. Он профессиональный историк и я дилетант. Если он говорит, что с исторической точки зрения битва экранизирована плохо, значит так и есть. Но я хочу поговорить про демонстрацию действий пехоты. И тут даже Клим Саныч отмечает, что проделана действительно хорошая работа. Пикинеры вооружены очень длинными пиками. Строи не несутся навстречу друг другу, сломя голову. Они аккуратно сближаются шаг за шагом. Здорово, что этот фильм сняли в Испании, а не в Голливуде. Принципиально другой взгляд на концепцию съемки массовых сражений. Да, две сшибающихся толпы это эффектно и зрелищно. Но если держать в голове, что в строю живые люди, то от ощущения нереальности происходящего уже никуда не деться. Нужно быть обдолбанным наркоманом, либо бессмертным суперменом, чтобы с разбегу влетать в ощутеневшийся строй. Это возможно в рамках спортивного состязания, когда в случае неудачи ты просто начинаешь заново, но никак не в реальном сражении. Когда шансы выжить и так, прямо скажем, невелики, минимизировать их необдуманным чарджем не хочется. А хочется взять пику подлиннее, выставить ее подальше, прижаться плечом к товарищу и шаг за шагом, без суеты, направляться в сторону противника. Строй повышает его и шансы на выживание. Ведь ее пика товарища не только разит врага, она и также защищает тебя от вражеских атак. Помню, когда я впервые вышел в Большой Бугурт, когда увидел вражеский строй, у меня было ощущение, что все эти люди пришли бить именно меня. Меня натурально потряхивало от страха, а ведь мы даже не насмерть сражались. И лишь осознание того, что я не один, того, что я часть чего-то большего, позволило усмирить страх, пойти вперед, и все равно почти сразу умереть. На мой взгляд, сцена снята классно. Это не бездумная лесорубка, это напряженное, затянутое и очень нервное зрелище. Также еще хочется отметить сцену, где испанской терции предлагают почетную капитуляцию. Но полумертвые солдаты гордо отвечают... Передайте герцогу Ангиенскому, что мы его от души благодарим. Но это испанская пехота. В этот момент измеритель крутости прям зашкаливает. Хочется встать, снять шляпу. А если вы смотрели фильм без шляпы, то надеть шляпу, потом снять ее. И вот так, стоя перед телевизором, при исполненной чувством момента, наблюдать, как бравые солдаты отправляются в Альгал. Ну или куда там испанские пехотинцы отправляются. В общем, вы наверняка видели этот фильм или сцены из него. Если нет, то обязательно посмотрите. Я вам даже завидую. На сегодня все, друзья. Если вам понравилось, жмите лайки, колокольчики. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Удачи, пока. Что еще было не круто, так это то, что французская кавалерия идет в атаку на пехоту, а точнее, на спешившуюся, тяжело вооруженную английских рыцарей. Следующий фильм, о котором хочу рассказать. Сейчас, минутка. Хватит улыбаться. За разбегу влетать в ощетинившийся строй. Что там было дальше? Сейчас. Это возможно в рамках спортивного состязания, где в случае неудачи ты просто начинаешь заново, но никак не в реальном сражении. Еще разок. Думаешь, да? По-моему, давай. Это, пожалуй, одна из наиболее зрелищных батальных сцен, когда бы то ни было снятых. И это, пожалуй, одна из наиболее зрелищных сцен, когда бы то ни было снятых. И это, пожалуй, одна из наиболее зрелищных батальных сцен, когда бы то ни было снятых. И плевать, что не для большого экрана. Давай попробуем полностью разок. Если нет, то мы просто укрупнемся. Не-не, мы сможем полностью. Все нормально. И это, пожалуй, одна из наиболее зрелищных батальных сцен, когда бы то ни было снятых. И плевать, что не для большого экрана. Ис.